Вечер на седьмом Вечер на седьмом И, естественно, нужны средства, и поэтому мы собрали здесь, чтобы неравнодушным одесситам, гостям города и вообще, кто его знает, чтобы устроить, например, аукцион. И не просто, я готов выставить свою куклу. Я одесский Папа Карл. У меня на седьмом этаже морковых зала постоянно действующая выставка кукол. Можете прийти посмотреть, это все бесплатно. И это авторские куклы, они очень дорогие. И я дарю на этот аукцион эту куклу. И желательно, чтобы не только я, чтобы одесские художники, которые меня знают, допустим, одесские фотохудожники, допустим, писатели, детский рисунок, школы Кастанья и других художественных школ, призвать, например, Голощапова ансамбль. Ну, сделать такой большой праздник. Хотя, кажется, не по делу, но так как он одессит настоящий, он поймет. Ну, это же праздник благотворительный характер будет носить. Праздник благотворительный. Мне бы хотелось еще, допустим, у него в фильме снималась Татарчук, у него Дилиев, Барский и другие актеры, кто снимались. Давайте вместе мы создадим вот такой вот большой праздник его выздоровления. И, ну, практически пока все, а дальше мы были ртурны. Конечно. Когда стало известно о том, что Леонид Ильич болен? И как, что за болезни именно? Ну, человек не самой ранней юности. Вы сказали, легендарная личность действительно не просто личность, семья легендарная. Я буквально пару слов сейчас об этом скажу. Ну, вот в какой-то момент каждого из нас что-то подстерегает. Как говорит мудрость, тот, кто не находит время для отдыха, обязательно найдет время для болезни. Ну, а болезнь не спрашивает, когда ей приходить. И где-то пару месяцев назад стало известно, что Леша Павловский действительно очень серьезно нуждается в очень серьезной, опять-таки, медицинской помощи. Я не медик, я не говорю о диагнозах. Я думаю, главное не диагноз. Главное то, что это человек, который действительно представляет безусловный интерес и для Одессы, и не только для Одессы. И вот я как раз возвращаюсь к вашей реплике легендарной части. Понимаете, семья Павловских, два родных брата-близнеца, Шурик Павловский и Леша Павловский. У них разница между собой, если я не ошибаюсь, то ли 8, то ли 10 минут. Вот, поэтому Шурик старший, Леша младший. Александр Ильич Павловский старший брат, легендарный комедиограф. Ну, наверное, лучший комедиограф Украины. Леша Павловский, автор ряда картин, но в отличие от Шурика, у которого в первую очередь комедии, комедии блестящие, я бы сказал о Леше, как о человеке удивительного публицистического мастерства в кино, потому что та картина, которой, допустим, вот он сделал, ну, эффект присутствия, вы знаете, это настоящее, пронзительное и убедительное, обвинительное заключение против тех негодяев, которые уничтожали и продолжают уничтожать одесскую киностудию. Собственно, и Леша, и Шурик всю жизнь проработали в Одессе. Это сегодня, когда в Одессе уничтожено кинопроизводство, Шурик вынужден работать за границей, Леша здесь лежит, болеет. Мы с Лешей дружны, ну, сколько, чтобы не соврать, лет сорок. Вместе работали, бывали не только в Одессе, но нас свела судьба, как ни странно, в Чернобыльские дни нас свела судьба на Крайнем Севере, Коголым, Пов, Сургут, Тюменский Север. Делали картину. Последующие годы Леша ставил свои картины. Работал у Киры Муратовой, с которой у них, кстати, удивительное взаимопонимание. Но, опять-таки, здесь не место и не время сейчас давать искусствоведческий разбор того, что делал Леша. Речь о другом. Леонид Павловский. Для кого-то Леонид Ильич, заслуженный деятель искусств. Член правления Одесского отделения союза кинематографистов. Его, то есть послужной список вы перечисляли. Дело не в этом. Это тот человек, чье имя так или иначе вписано на скрижале. Это тот человек, который один из многих насоздавал безусловную славу одесского кино. Это тот человек, который объявлял голодовку для того, чтобы привлечь внимание к уничтожению студии. Это тот человек, который так или иначе постоянно находился на гребне внимания. Не потому, что пытался самопиариться и обращать на себя взгляды всех и вся. А потому, что он делал то, что считал необходимым и во что верил. Вот сегодня ему плохо. Вот сегодня его схватила болезнь. Поэтому сегодня надо ему помочь. Детская интеллигенция объединилась вокруг этой проблемы. Да, там рак печени, насколько я знаю. Насколько я в курсе, в общем-то, да вы сами видите. Конечно. Мы друзья давние, но все представители разных творческих профессий. И Лешу Павловского знают в Одессе и киношники, и журналисты, и художники, и музыканты, и театральные деятели. Ну, Одесса город большой, но это маленькие деревни все свои. Евгений, наверное, прошло то время, что действительно мы должны людям давать по заслугам. Про жизни одно, во время болезни другое. Знаете, хотелось бы акцентировать внимание, что если такие замечательные люди живут, мы должны о них помнить, заботиться. И малейшее что-то случилось, болезнь сразу откликается. Мне очень приятно. Миша дарит свою картину. Буквально с ней перезвонил. Сережа Заяц, известный нас художник, дает тоже свою картину. Я думаю, мы акцион проведем, может быть, на территории Одессы, как и на студии. Мы в каком-то другом помещении. Но все влиятельные творческие союзы должны объединяться с целью оказания реальной посильной помощи нашим собратьям по творческому цеху. Творческих организаций очень много. Нам не одно десятилетие. Мы уже, как говорится, седые, педстракуватые немножко. Но как бы то ни было, надо действительно заботиться о здоровье. Тот расчетный счет, который указан, который выяснили. Таня, дадите номера телефонов супруги, санжена. Это надо, чтобы мы всячески... Я не забуду, наверное, самое счастливое время было, когда он учился еще в школе Столярского по классу фортепиано. Это была, наверное, мечта его. А кинематограф еще не мечтал. И он и Шурик, и не оба. Да, они же выпускники школы Столярского. Знаете, а то даже Елене Удовиченко, он же открыл ее. Нет, Удовиченко Шурик открыл. А, Шурик, да. Ну, понимаете, как бы то ни было, два брата. Проблемы есть, надо решать проблемы. И действительно, мы представители той творческой элиты или интеллигенции, которая присуща в Одессе, она была, есть и будет. И надо обращать на это внимание, и трубить во все колокола, и постараться помочь. Чтобы действительно эта реабилитация после операции прошла успешно. Потому что, знаете, от одного операции к реабилитации долгий промежуток времени надо... Скажите, была какая-то сумма собрана уже, да? Ее провели операцию? Я знаю, да. Значит, операция проведена. Причем в обеспечении финансовых потребностей этой операции принимали участие не только одесситы, но, скажем, популярнейший телеведущий киевский из программы «Золотые гусаки» заслуженный артист Украины Юра Рудченко собрал киевлян. В Одессе Одесское отделение союза кинематографистов организовывало и проводило показы Лешиновых работ с тем, чтобы вырученные средства передать в фонд лечения и оперативного, и послеоперационного лечения. И Юра очень правильно подметил, здесь речь идет о том, чтобы была не пассивная помощь, а пассивная помощь. То есть что в силах, то и надо сделать. Я не готов говорить о конкретных размерах сумм, но, во всяком случае, насколько я в курсе по состоянию на сегодняшний день, те, к кому обращались, не отказывали. На моей памяти случаев отказа нет. О сумме точной можно будет узнать у супруги Татьяны. Можно позвонить, ей будет по телефону. Я его сейчас озвучу в эфире 096-520-92-88. О том, как помочь, передать деньги, можете спросить у нее или же посмотреть наш расчетный счет, в плашке будет высвечиваться на протяжении программы. Скажите, вы лично с ним знакомы, да? Конечно. Давно ли? Помимо его творческих каких-то заслуг. Хочется узнать о его личностных качествах. Я где-то лет 30. Я тоже лет 30. Где-то так. 35 даже. Какого он характера, расскажите. Это душа человека, как в Одессе. Говорят, это просто настоящий одессит с большой буквы. Дай бог, чтобы такие были одесситы. Я хочу чуть-чуть перебить. Вот Юра хорошую вещь сказал. Разные творческие союзы. Я бы хотел, чтобы все творческие союзы объединялись, потому что сейчас идет полностью разъединение. Наоборот, друзья одесситы, давайте соединяться вместе. Давайте не искать политических врагов, а будем помогать людям. Потому что давайте помогать живым, пока они живы. Потому что мертвых потом, это без нас что-то. А давайте, пока они живы, мы будем помогать. Вот можно, Михаил, я тебя перебил. Знаете, вот тоже из опыта нашей организации, иногда вспоминая из наших всех старшего поколения ветеранов, которые ушли. Вот действительно, мы часто собираемся на похоронах и говорим. Вот человек ушел, а вот почему же мы не обратили внимания. Ребята, надо при жизни обращать внимание, чтобы реально была забота. Не государство, понимаете, когда там мизерная пенсия, а реально вот. Чем можем, пришли, со двора помогли. Я думаю, лет 20, 30, 40, 50 лет назад как-то люди дружнее были. Что-то случалось, беда, это общая беда была. А с ним так. Каждая, семья, все. А не всегда же так бывает хорошо. Тем более, что вы говорите, реабилитация проходит успешно. Да? То есть операция прошла. Да, реабилитация только началась. Только началась, и на нее и нужно. Вы говорите, Татьяна, сколько денег надо? Верьте мне, что в наши теперешние дни, чем больше соберут, тем лучше. Естественно, человек больной уже никогда 100% здоровым не будет. Поэтому, и судя по ценникам наших аптек, как говорят, как ювелирный магазин заходишь, то, естественно, это все очень дорого. И поэтому я призываю всех, кто может гривну дать, пусть дашь гривну. Кто может 5, 5. Здесь не важно. А так как и меня знают, и Леня, она почти вся детство знает. Давайте сбросимся на этот счет, или просто Тане позвоним и принесем конверти. И дай Бог ему здоровья, и вместе с нашими усилиями, с нашей молитвой, нашей, мы за него молимся. Дай Бог, что он встанет на ноги. И поверьте мне, он еще такое сотворит у нас в Одессе. Уже будет позитивная картина, кино. Вот вы задали вопрос, какой у него характер. Заводной. Вот это тот самый человек, который никогда никому не даст спокойно жить. В хорошем смысле слова. Если что-то решается, какой-то вопрос, какие-то проблемы на заседании Союза кинематографистов, какие-то ходы, пути развития дальнейшего в отношении кино, он вынет душу, он вымотает все нервы, он вымотает все кишки. Но с единственной целью, чтобы это было реально, убедительно, а не формально. Вот он из тех, кого, на мой взгляд, можно назвать в лучшем смысле слова прагматиками, но прагматиками не с точки зрения выгоды для собственного кармана, а прагматиками с точки зрения успеха для общего дела. И поэтому даже вот в картине «Эффект присутствия», о котором я говорил, он не просто заостряет внимание на проблемах студии, он не просто где-то доводит до фарсового состояния ситуации с героями, а он действительно ведет к тому, это в его характере, он такой по натуре, чтобы любая текущая деятельность, любое слово оказалось набатом, оказалось колоколом. Это не патетика, это не дежурная фраза, это действительно вот такой вот человек по натуре. Я скажу коротко, это очень добрый человек, знаете, доброта она во всем, даже в отношении к супруге, к работе, к тем фильмам, которые были сняты, к окружению, к друзьям, все мероприятия, в которых мы принимали в его участие. Знаешь, это увидел его сразу, улыбкать его на лице и все. Правда, часто наши коллеги путали его с братом, понимаете, но это обращаясь к одному, приходит к другому. Это как бывает, сестры-близняты, приходишь на свидание, они иногда менялись местами. Здесь, знаешь, совершенно другое, потому что одессит, он очень добрый, светлый. И, знаете, одессит... Я еще хочу обращаться... Большие буквы. Извини, к одесситам я обратился, я хочу к власть имущим обратиться. Я хочу обратиться к Михаилу Саакашвили, губернатору нашей области. Пусть проучаствует тоже, и пусть администрация проучаствует, и пусть облсовет проучаствует. Там же практически все наши одесситы. И это же не просто такая тема, что мы собираем там на поход в воры, например. Это тема «надо спасти человека». Чего бы это ни стоило? А я думаю, что... Я призываю единственное что, чтобы не было этих политических подоплек, флагов и все. Это просто от души, от сердца. Только так. И мы ждем... Может быть, можно провести аукцион еще какой-то? Может быть, фестиваль, знаете, благотворительный? Планируется ли что-то подобное мероприятие? Планируется. Планируется. Только это время требует. Хочелось побыстрее. Пока кто может, пусть посылает попозже. Конечно, конечно. А вообще, что я хочу сделать? Я хочу сделать праздник Одессы. Не только 2-го... 1-го, вернее, апреля или 2-го сентября. Я хочу сделать праздник души Одессита. Что мы одесситы, мы должны этим гордиться. И мы гордимся этим, что мы одесситы. Мы должны доказать, что мы одесситы. Что мы помогаем всем. Как говорил Юра, особенно мы люди немолодые, послевоенные. Мы помним, как тогда дружили. Давайте дружить сейчас. По поводу аукциона, ярмарки, марафона. Быть может... Я думаю, мы сейчас постараемся на этой неделе, что это идет, собрать те реальные вещи, те картины, мод, работы, детские работы, чтобы аккумулировать в виде единое целое. И один, я думаю, на следующей неделе проведем уже в том помещении, где мы определимся. Там оргкомитет маленький есть. Я думаю, к этому подключается матушка Серафима. Мы были с Михаилом, о ней говорили на эту тему. Потому что, знаете, безразличных людей в Одессе нет. Знаете, не должно быть. Потому что мы должны быть гуманистами по жизни и благотворительными, наверное, в сердце всем. Потому что надо оказывать реальную помощь, посильную. Не так, что рвать все последнее на себе рубашку. Ну, если есть возможность, помоги, пожалуйста, сегодня. Это люди не безразличные. Это творческие люди, которые прославляли и прославляют наш любимый город Одессу. Почему? То творческое наследие, которое было, которое есть, оно было снято у нас здесь, оно остается здесь. Это для будущих поколений. Или люди должны знать этих людей? Не знают. Можем ли еще мы поговорить о творчестве Леонида Ильича? Конечно, хотелось бы еще больше и подробностей. Все знают везде, что вроде бы кино существует с 1895 года, из Парижа, от братьев Лемьер. Все это так. Только без Одессы ничего не обходится. Я совсем недавно, буквально месяц назад вернулся из Голливуда, где подавляющее большинство звезд – это Одессит. И это нормально. Выяснили, что единственный человек, который не имел отношения к Одессе – это Чаплин. Все остальные… Так или иначе, бабушки, прабабушки. Все остальные обязательно имели отношения к Одессе. Так вот, почему я говорил о Лемьерах? За два года до них в Одессе механик Новороссийского университета Иосиф Андреевич Тимченко сделал то, что сделали братья Лемьер два года спустя. Просто он этого не зарегистрировал, он не запатентовал. Кино начиналось здесь. Кино настоящее ведет корни из Одессы. Насколько настоящее вообще в Одессе кино, ну, говорят сами, фильмы, и «Весна на заречной улице», и «Старый зеленый фургон», и «Легендарный беньяк реки», и многие-многие-многие другие картины. И вот как раз то, что «Золотой век» киностудии, то есть середина 70-х, 80-х годов, это плеяда блестящих мастеров, блистательных, корифеев, тех, кем гордятся бывшие советские кинематографисты все. Это и братья Павловские. Это и Шурик Павловский, это и Леша Павловский. Если вы задаете вопрос о творчестве, об искусстве Павловского, то для того, чтобы творить кино, нужны две вещи. Первое – от здоровья не зависит, потому что вдохновение и то, что варится в голове, целая вселенная замыслов – это всегда. Но кино – это производство, а в производстве нужно здоровье. Здоровье железное, нужны нервы, а вот здесь без здоровья мы никуда не денемся. И поэтому, если мы говорим о творчестве, в кино, о Павловске кинематографисте, то в первую очередь нужно здоровье. Единственное, что я могу быть субъективен, но обратите внимание, журналисты говорят о помощи Павловскому. Миша Коломей, представляющий другое направление в искусстве, говорит о помощи Павловскому. Здесь звучала фамилия Коли Голощапова, я уверен, он тоже не останется в стороне, музыканты. А что же? Так называемое руководство, так называемое одесской киностудии. Где они? Что они? Делают пустопорожнее заявление о своих успехах на фестивалях еды и питья? Вот здесь, в ситуации с Лешей, тот самый случай, где если господин Сберев считает себя маломайски человеком, пусть это проявит. Союз кинематографистов в стране не остается. А одесская киностудия в том виде, в каком она сейчас. Та студия, которую создавали многие, славу которой создавал Леша Павловский, сегодня занята иными проблемами. Это нормально? И это уже не совсем творчество. Это уже речь о человеческом начале. А когда у человека творческого человеческое начало не ахти, извините, я не убежден, что от него будет творческая польза. И производственная тоже. Так мне кажется. Давайте поговорим об аукционе. Давайте. Вот мы назвали Голощапова, да? Я прошу Токарева, это мой друг, школа Кастандия, пожалуйста, выбери самые лучшие детские рисунки, и мы тоже их будем продавать. Я еще, кроме куклы, дам еще одну картину, пусть будет. И художников, которые меня знают. Ребята, я, будучи на телевидении, сделал больше 30 фильмов про художников. Если каждый художник, про которого сделал фильм, бесплатно, кстати, даст хоть по одной картине, скажите мне, что на аукционе мы их продадим, и будет большая помощь Юнию Павловскому. Дал согласие Сереже Афанасьеву, это заслуженный артист Украины, тоже участвовать в этой акции. Я подключу Свету Балашову. Ну, будем подключать. Сколько? Мало времени просто. Информацию об аукционе можно будет где найти? В интернете где-то? Или же... Через Работину он... Кстати, в связи с журналистом поставим, определим тех людей, которые будут по направлению отвечать, наверное, телефон тоже самый. Седьмой канал присоединится и будет тоже оповещать о том, когда все будет происходить обязательно. Спасибо вам большое, что вы, кстати, первый подняли этот вопрос. Но я обращаюсь, кстати, Игорю Покровскому. Игорек, ты же тоже, по-моему, в школе Толярска учился вместе с ними. И он знает Леню Павловскую, и Сашу знает. Поэтому давайте все каналы, которые есть, тоже мы объединим на этой почве. Не будет уже руганий и сварки, а будет вот на... Вот Леня, для того добрый человек, что на его, как бы, почве дружбы с ним может объединяться все каналы и не будем друг друга обливать грязью. А будем, наоборот, только помогать друг другу. Мы не против, мы рады предоставлять свои эфиры и эфирное время в новостях. Мы, конечно же, будем тоже сообщать о времени, когда определитесь с местом и с датой. И, конечно, мы сообщим о том, когда, где будет проходить аукцион. И будем рады еще раз видеть вас в нашей студии. Танюш, поблагодарить вашу телекомпанию, потому что, знаете, вы вот в отличие от... Многие-многие этим занимаются, но вы оперативно работаете, никогда не забуду, когда студентка четвертого курса Одесской национальной академии пищевых технологий тоже была проблема с ней. Это моментально было. Я помню, пошел, поехал в одну из клиник, смотрю, она должна была туда прийти, это Гранден, и где оказали материальную помощь, потом переизменил главврачу это онкологическое в нашей больнице областной, тоже сам оказали помощь. На удивление оперативно все она переизменила, как сказать, дедюльюра спасибо на такой уровне приняли, что даже, знаете, на каком-то этапе что-то было бесплатно, ну, потому что надо этим заниматься. Это действительно, когда идет от сердца, не просто так кто-то на этом зарабатывает и спекулирует. Этого здесь не проходит, потому что надо реально смотреть людям в глаза, говорить спасибо и помогать. Насколько я знаю, еще одну секунду, вот мы люди известны в этом городе, не первые мы и не вторые, и нам доверяют, поверь мне, что, и еще на всякий случай кто еще нас не знает, вот этот вот счет, это личная карточка Леони Павловского. Никаких волонтеров, никаких промежуточных организаций вы прямо будете пересылать. Напрямую. Это очень важно. Хорошо, спасибо огромное, что вы пришли к нам в студию. Я напоминаю, мы собрались здесь для того, чтобы помочь Леониду Ильичу Павловскому, заслуженному одесскому кинематографисту, актеру, монтажеру, выдающемуся одесситу, который сейчас попал в беду. Это была программа «Вечер на седьмом». Провела его с вами Татьяна Миленко. Не оставайтесь равнодушными. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова